Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Семейный доктор» в студии. Я Анатолий Алексеев. Я приветствую вас. И начиная сегодняшнюю передачу, я про себя подумал. Буквально пришел в студию и подумал про себя. Вот интересно, я вот уже, по-моему, две или три недели говорю о том, что было бы хорошо нам совместно с вами провести сейчас вот всю эту вот хорошо уже для нас с вами усвоенную часть программы, которая занимает максимум полтора месяца, но зато, так сказать, вы могли бы через вот эти вот полтора месяца, тогда, когда начнутся весенние наши заботы, полевые, когда надо землю копать, надо овощи сажать, так сказать, обеспечивать себя на следующий год, готовить эту почву, вы были бы уже и похудевшими, и более сильными, и более здоровыми, и все бы было совершенно замечательно на пользу. Но я так полагаю, что никто, так сказать, вот так и не озаботился. Все больше разговоров. Алло, я слушаю. Алло, слушаю вас. Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здрасте. Анатолий Ефимович. Да, да, да. Это я из Казахстана. Да, да. Меня зовут Салтанат. Да, Салтанат. У меня 49 лет. У меня болезнь синдром Рейно. Да. И системный воскулит. Да. И уже несколько лет я болею по женскому воспалению у меня. И лечилась, и в конце заработала вот эту болезнь, синдром Рейно. То есть, что вы говорите? Я сейчас вот с 9 марта уже начала вот это лечение. Ой, какая вы молодец. Это только не лечение. Ага. Понимаете? Потому что это то, что дает возможность организму самому разобраться с теми проблемами, которые в нем случились. Хорошо слушай, Салтанат. Угу. Очень рад вам. У меня сейчас вот давление низкое, да? Да. 100 на 70. Так. Ну, мне назначили вот лекарства. Да. Курантил на 6 месяцев и амнилон на год. На год. На год, ага. Угу. На год, ага. Это связано с синдромом... Ну, 2 месяца я принимала. Это связано с синдромом Рейно, я уточняю просто для себя. Да, да, да. И с воскулитом. Да, да, да. Угу. Да, да. Ну, 2 месяца принимала, ну, никаких улучшений у меня не было. Угу. У меня пальцы вот белеют, когда вот холодно, я мерзну, тогда у меня белеет. Одна только у меня пальцы была. А теперь уже весь руки, вот ноги, белеют они. Я понимаю, Салтанат. Я понимаю, о чем я делюсь. Перестала пить. Да. И начал вот это вот лечение. Так. Ну, дополнительно, что мне рекомендуете, вот? Вы, значит, Салтанат, что вы сделали уже? Да. Давайте так, по порядку. Что вы уже сделали? Первый шаг у вас вода. Вода, да. Это обязательно. 12 дней я. 12 дней вы пропили. Что вы сейчас проделали или проделываете? Да. Потом трехдневные вот эти экстренные ощущения. Вы проделали его. Да, да. Замечательно совершенно. Как оно прошло? Ну, у меня вот, как, вроде бы, начал, ничего, нормально. Нормально? Да. То есть проблем никаких... Никаких обострений, ничего не было. Не было. Замечательно совершенно. Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас... Вот. Я понимаю, что есть слабость определенная, да? Потому что, ну, и давление низкое, и все. Немножко не хватает сил. Да. Правильно? Да. И немножко вот холодные руки, холодные ноги. Да? Да. Значит, что я попрошу вас сделать первое. Значит, в силу того, что нам не хватает какой... Некоторой энергии, а питание, как таковое, количество еды, у нас с вами снижено, ведь, да, относительно голод идет. Да, да, да. Значит, мы с вами должны помочь организму, да, сохранить тонус, энергию, напряжение. Вот что нам в этом может помочь? Самый простой вариант, самый простой. Это элеотарокок. Элеотарокок. Знаете такую травку? Угу. 40 капель в день. Утречком встали, да? Угу. Все процедурки сделали, водички выпили, все. И только после этого, еще до завтрака, 40 капель элеотарокока. Понятно? Угу. Немножко будет поднимать давление. А потом элеотарокок. Это не такой непривязчивый тоник. Зависимости от него никогда не бывает и не вызывает он зависимости. Угу. Да? Но он очень хорошо тонизирует организм, а самое главное мягко. Он не педалирует ни одну систему, он просто поддерживает сердечную мышцу, тонус сосудов поддерживает. Вот это у него все есть. Что вы еще собираетесь делать? У меня еще зрение, вот ухудшение у меня. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю, потому что это синдром Рейна. Угу. Понимаете, у нас не бывает, так сказать, болезни, которая бы была только в пальцах или в ногах или где-то. Болезнь захватывает весь организм. Синдром Рейна – это системное заболевание. А почему у вас дальше к синдрому Рейна и появилась диагностика воскулита? Понимаете, это тоже системное. Причем, более того, аутоиммунное, только я вас предупреждаю, в этой ситуации никаких иммуностимуляторов принимать нельзя. Понимаете? Поэтому я и прошу вас воспользоваться элеотарококом. Это не стимулятор иммунной системы, а не эхиноцеи. Понятно? Угу. Вот почему. Я спрашиваю, что вы собираетесь сейчас еще делать? Ну, и вот это лечение я же продолжаю сейчас. Конечно. Угу. Так что вы делаете? Сейчас я утром вот воды попила, потом через полчаса вот это, кваша. Да. В обед живая каша. Ага, хорошо. А вот я еще хотела спросить, добавить вот можно хлебу или еще что-нибудь? Конечно, конечно. Да? Помните, пожалуйста, что у вас 400 грамм еды в день. Да. Она может быть любая. Кваша, так сказать, вовсе не обязательно. Если она вам не нравится, не хочется, не ешьте. Не, наоборот, не нравится. Ну, и замечательно, тогда о чем разговаривать? Вот, например, готовый вот хлопья, который, да? Да. И семь, и шесть лаков, например. Теперь смотрите. Трис. Все понял. Это замечательно совершенно. Да. Да. Значит, Султанат, смотрите, что вы должны начать буквально с завтрашнего дня. Угу. Обязательно. Первое, что вы будете делать, ванны с морской солью, это вы должны начать делать, причем горячие. Угу. На то, что вот все говорят так, а я вот говорю совсем даже наоборот. Он сказал, и жаловаться ему стал, что вот люди, которые говорят, что процедуры горячие нельзя, потому что существует некая угроза, при этом травит спокойно людей. Угу. Понимаете, так сказать. Ну, он мне ответил, ну, дуракам не объяснишь. Угу. Понимаете, это ситуация выбора. Угу. Поэтому у вас есть как бы два пути. Угу. 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 Вот вашего состояния гинекологического. Значит, вы сейчас начинаете солевые ванны. Угу. Угу. В ванну вы кладете 3 килограмма соли морской. Угу. На каждую ванну. Угу. Давайте мы, для того, чтобы у вас не было вот этих опасений, да, по поводу температуры. Давайте мы сделаем так. Вы в эти ванны будете добавлять буквально, ну, не более 20 грамм на ванну, да? Угу. Угу. 20 грамм жёлтый. Угу. И давайте сделаем так. 10 грамм жёлтый. Угу. И 20 грамм белой эмульсии. Угу. Угу. Понятно? Угу. Вы заранее только вот приготовили раствор, потом приготовили сразу вот размешаете как следует смесь в отдельный стаканчик вот эти вот 30 грамм эмульсии горячей водой и вылить в саму ванну. Всё. Понятно? Угу. После этого вы ложитесь, но температуру ванны не поднимаете выше 38,5-39 градусов. Хорошо. Понятно? Угу. И вы начинаете ванну с 35 градусов. Угу. С тем, чтобы нам с вами вот эту вот температурную лесенку всё бы пройти. Мы начинаем 35, переходим на 37, переходим на 36, переходим на 37, переходим на 38, переходим на 39. Понятно? Угу. На каждом переходе по 5 минут. Угу. Понятно? Угу. И при последней температуре 30, тоже не более 5 минут. Угу. Да лучше 4 минутки. Угу. Тридцать день. Каждый день, да? А? Каждый день. Не надо каждый день, делайте через день. Через день. Через день. Каждый день вы должны принимать элеутерокок. Перед ванной элеутерокок обязателен. Угу. Понятно? Угу. Вот это вы делаете по утрам. И вечером обтирание. Запишите, пожалуйста, рецепт. Значит, что это за рецепт? Угу. 20 грамм желтой эмульсии, 20 грамм белой эмульсии. Угу. Понятно? Угу. 20 грамм почти кипятка горячей воды. Угу. Налили все, слили вместе, как следует размешали. Получилась такая вот эмульсия. Она прямо как немножко такая, как заваренный крахмал даже бывает, как сметана такая немножко получается. Да, желтокого, белого цвета. И вечером... 20 грамм желтой эмульсии. 20 грамм белой. Ага. И 20 грамм горячей воды. Белой 20 грамм еще, да? Нет, нет. 20 грамм желтой, 20 грамм белой, 20 грамм горячей воды. А, да, да. Слили все вместе в один стакан, размешали как следует. У вас получилась такая эмульсия. Угу. Делаете ее уже в тот момент, когда вы греете ванну. То есть вы включили горячую воду, и у вас в ванне температура начала подниматься, да? Угу. Приготовили эту смесь, поставили себе, приготовили. И встали под душ. Да? 5-7 минут душ. Угу. Понятно? Угу. 5-7 минут. Вышли из-под душа, и прямо на влажное тело вот эту эмульсию всю наложили. Сверху донизу. Угу. Это морская соль, да? Нет. Эмульсия. Нет. Это 20 грамм белой, 20 грамм желтой, плюс 20 грамм горячей воды. Вот эту смесь мы приготовили. Это вечером. Угу. Это перед сном надо делать. Угу. Понятно? Угу. Можно делать каждый день. Угу. Прогрелись под душем 5-7 минут. Угу. Нанесли на тело вот эту вот смесь эмульсии. Угу. Угу. Это косметическое средство прекрасное. А в силу того, что нам надо с вами тонизировать сосуды, да, периферические сосуды, периферическую микроциркуляцию, то вот эта вот эмульсия нам с вами будет очень хорошо в этом помогать. Это проблема синдрома Рейна. Безусловно, это не есть терапия от синдрома Рейна, потому что там причины несколько другие. Но мы просто активно заставляем свой собственный организм поддерживать тонус периферических сосудов таким образом. Понятно? Угу. Хорошо. Вот это мы делаем. 5-7 минут в теплой ванне побыли под вот этой эмульсией, да, которую вы сделали. И через 5-7 минут встали под душ, смыли, промокнулись, выделились, можете ложиться в постель. Мыло не надо никакого использовать, смывается, всё замечательно. Хорошо. Понятно? Угу. Вот, пожалуйста, вам программа... Обёртывание. Да. Крабий день, да? Ради Бога, пожалуйста, да, это тоже вам будет очень хорошо помогать. Угу. Понятно? Понятно. Вот ваша программа. Через день вы делаете, так сказать, ванны скипидарные, лучше по утрам, вместе с солью, да? Вот тут вот регулировать количество эмульсия не нужно. Определили с самого начала 20 плюс 2, 10 плюс 30. Так правильно мы стопаем? Нет, 10 плюс 20. 10 плюс 20, да. С учётом вашего низкого давления. 10 плюс 20. Итак, вы через день или через 2 дня на 3 делаете эти ванны между ваннами по утрам. Контрастный душ. Угу. Пять перемен. Угу. Начинаете с холодной воды. Угу. Холодная одна минута, две минуты горячая, одна минута холодная, две минуты горячая и одна минута холодная. Понятно? Вот такие вот душики делаете. Понятненько? Угу. А, Соли Ефимович, ещё вопрос. Да. У меня мужа остемлит с 13 лет. Что ещё? Ещё раз. Остемлит. Я не знаю. Остемлит. Я не знаю. Вы можете мне объяснить, что это? Ну, это... У неё 13 лет, вот, ну, когда пацаном был, играл, он сломал ноги. Да, остеомиелит. Да. Остеомиелит, понятно. Да. А-а-а. Хронический. Можно ему вот это лечение принимать? Можно. Можно. Можно, да? Да, и более того, вы знаете, что, ну, это я, наверное, в следующей передаче рецепт с желатином должен буду дать, вы будете внимательны. Ему очень важно каждый вечер, да и вам тоже, каждый вечер, буквально, час на аппликаторе Кузнецова. У него вот этот хроническое состояние, остеомиелит, хронический остеомиелит, локализация, где? Ноги, руки, что... Руки, ноги. Ноги? Левая нога. Левая нога. Ага. Вы знаете, что, и более того, я бы вообще сделал вот такую вещь. Вот аппликатору Кузнецова, да? Но только на обе ноги надо делать. От колена до, 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 вот, забыл, как это называется, простите меня, пожалуйста. От колена ниже, ну, до, до, вот, наших косточек этих. В общем, вся икроножная часть, да, так сказать, икроножные мышцы все, от колена и ниже одевать прям вот этими аппликаторными салфетками и под тугой бинт. И так ходить. Знаете, это, Андрей Ефимович, у него это гной же постоянно идет. Я понимаю, я понимаю, о чем идет речь, потому что остеомиолит без гноя не бывает. Понимаете, потому что отток куда-то должен быть. И хочу вам сказать так, что вот для того, чтобы, ну, как бы помогать в этом, вот намочить надо, как ни странно, вот есть такая, это, по-моему, казахская даже, кисломолочная закваска, связанная с кумысной палочкой. По-моему, по-моему, так. Называется она, ну, во всяком случае, если есть возможность, попробуйте достать такую вот закваску, которая называется лактевия. Лактевия. Это симбиотическая закваска, в которой есть кумысная палочка, кисломолочная палочка и сырная палочка. Там очень хорошая такая кислая среда, которая не дает размножаться патогенной микрофлоре, гнилостной микрофлоре. Понятно? Значит, вы можете делать такие вот, как бы, аппликации. Берете довольно такую большую салфеточку, одну часть намазываете этой закваской, и можно прямо на ранку, да? Вот на то место, откуда начинает, вытекает, да? Вы меня понимаете, Салтанат? Ой, друзья мои, так сказать, ну, очень жаль. Сколько у меня до конца эфира? Тогда, так сказать, я еще, так сказать, закончу. Салтанат. И вот эту салфеточку с этой мазью нужно сразу, так сказать, поместить на вот эту ранку, и поверх наложить аппликатор Кузнецова, вот такая салфеточка с аппликаторами Кузнецова, и притянуть ее тугим бинтом. Но тугим настолько, чтобы не пережать сосуды. Вот что очень важно. И это надо делать каждый день. Но делать нужно на обе ноги. Там, где этой ранки, то есть вот выхода гноя нет, там этого делать, естественно, не надо. Там нужно ставить только аппликатор Кузнецова. Вот таким вот образом. Алло. Алло. Алло, я слушаю. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос такой. Антон Иванович, в общем, у меня гипертонию признают. Да. Второй стадии. Да. Давление прыгает до 270, на 150. Да. Врачи, в принципе, они уже не знают. Они на совместимость лекарствам кровь брали. Да. И ничего не подобрали. Лазап приписали, но от него очень болит и грудь, и спина, и в общем, я от него отказалась. От чего? Лазап, лазап. Понятно, понятно. Лазикс. Вот. И я теперь не знаю, давление прыгает на день по несколько раз. Вот сейчас вот я начала программу, воду я уже пью давно. Да. .. почти месяц. А вот вторую часть, вот это, отечения электрические. Сульфатмазмен. У меня этот, гастрит, можно его поменять? Можно. Можно. Значит, знаете, что сделать? Простите, ваше имя отчество? Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, я вас попрошу только вот что сделать. Это, наверное, будет один из редких случаев, ну, как бы исключительных случаев, когда нужно поступить вот каким образом. Прежде чем пить сульфат магния, да, перед тем, как пить сульфат магния, обязательно чайную ложечку хотя бы, чайную ложку растительного масла. Понятно? Холодного давления лучше всего льняного. Чайную ложечку растительного масла. Причем сделайте так, и вы ее взбейте, как вот эмульсию, да? Да, понятно, понятно, понятно. И выпейте, немножко подержите обязательно во рту, проглотите, понятно? Понятно. И буквально через 10 минут после этого соль магнезии. Угу. Хорошо? Понятно, да. Так, еще какой вопрос? И еще вот, в железном большой камень, это не повлияет на него, да? Нет, большой камень сколько? 22 миллиметра, что ли. 2 сантиметра. Ну, конечно, он, так сказать, как бы, на сегодня, если там нет никакого воспалительного процесса, он безобиден для нас с вами, потому что в шейку он войти не может, понимаете, перекрыть проток он нам с вами не может, поэтому мы спокойно, так сказать, делаем эту процедуру. Понятно? Ну, понятно, что, понятно, еще, Анатолий Химович, у меня была операция по женке, удалено все, может, поэтому у меня так давление прыгает? Может быть и поэтому, но думаю, что это просто нормальная ишемическая болезнь сердца. Далеко, далеко, так сказать, давно-давно текущая. Мне кажется так. И мне кажется, что ишемическую болезнь сердца-то вам ставили уже очень давно. Ну, мне гипертонию с 1985 года поставили. Ну, понимаете, он 20 лет уже, а гипертония это и есть одна из форм ишемической болезни сердца, понимаете? Поэтому, так сказать, мы с вами, давайте не будем, так сказать, сваливать там на какие-то дополнительные операции, нам нужно с вами улучшить эту ситуацию, правильно? Понятно. Значит, единственное, о чем я вас попрошу, пожалуйста, так сказать, я так понимаю, что вы в нормальном, крепком, здравом положении находитесь. Ну, тогда нормально, да. При всех проблемах ваших. Значит, я это советовал одной жительнице Израиля, и там довольно-таки хорошие результаты были. Вы, пожалуйста, не начинайте сразу с ванн с горячих, да, вот с желтых. Хотя здесь прямо вот так просятся сразу начать желтые ванны скипидарные, и все будет хорошо. Нет, вот я бы просил вас этого не делать, потому что желтые эмульсии, безусловно, очень хорошо помогают организму справиться с гипертензией. Но нам нужно с вами вначале как следует восстановить для того, чтобы улучшить отток крови, улучшить периферическое кровообращение. Нам с вами надо очень важно восстановить периферическое кровообращение. Это в первую очередь руки и ноги, в первую очередь, особенно руки. Поэтому мы с вами вот во время, так сказать, прохождения дальнейшего этапа относительно голоду, он вам очень нужен. Даже наверняка, так сказать, я понимаю, у вас наверняка лишнего веса нет, так мне кажется. Ну, есть немножко. Сколько? Ну, 80 килограмм у меня. У вас 80, да? Ну, значит, килограмм 10, ты есть, 15. Ну, значит, тем более нам с вами этот этап нужен. Вы будете делать каждое утро и каждый день две ванночки. Вот сами себя, тело не погружать в ванну, но обязательно руки. Ага, да. И обязательно ноги. Так. Причем ноги вот на три четверти почти до колена. Поняла, поняла, да. Понятно, да? Да. Вы в каждую ванну, записывайте, пожалуйста, это вот такой момент серьезный. Значит, вы в каждую ванну и для рук, и для ног отдельно они должны быть? Да, да, да. Это такой... День для рук, день для ног, да? Нет. Одновременно. Одновременно. Но только руки и ноги отдельно. Поняла, поняла. У вас есть кому вам помочь? Есть, есть. Замечательно. Значит, вы в каждую ванну начнете от 10 грамм... 10, потом 15, потом 20, потом 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. До 60 грамм на ванну. До 60 грамм на ванну. Чего? Чего? Эмульсии, желтые эмульсии, желтые эмульсии. Понятно? Да, да, да. Вот, до 60 грамм. Угу. Поняли? Понятно. Поняла. И, пожалуйста, обязательно вечером на эппликатор Кузнецова всей спиной. Понятно. Понятно? А обертывание нужно? Можно делать обертывание, можно у вас ритм... Или есть, бывают приступы ритмического сбоя? Бывает иногда. Насколько резко? Ну, может, неделю, может, в день по нескольку раз, а может, и неделю ничего, и больше ничего. Значит, пожалуйста, запомните. Можете, но при первом же, да, этом самом, снимать. Хорошо? Поняла. Поняла. Да. Вот таким вот образом договорились? Договорились. Поняла. Я думаю, что лекарства не от меня сейчас. Те, которые... Да я ничего не пью, в принципе. Я только вот, когда у меня повысило давление, колонселина немного. Вот, пожалуйста, вот это, вот это, пожалуйста, применяйте сейчас, ладно? Хорошо. Без поддержки организма оставлять нельзя. Поэтому, так сказать, мы с вами вот об этом договорились. Вы делаете все вот это, вот эти вот процедуры делаете 21 день, ладно? Так, 21. Не меньше. Не меньше. Лучше месяц целиком. Угу. Хорошо? Хорошо. И как только вы начнете, начнут, организм дает, начнет давать реакции определенные, вы, пожалуйста, перезвоните сразу же, да? Хорошо. Договорились. Спасибо. Договорились. Ну, это замечательно. Вот таким вот образом-то я и предлагаю вам. Понимаете, в чем тут дело-то? Почему так мне нравится? Вот то, что мы с вами пытаемся сформировать. Во-первых, наверное, это настоящая такая конкретная работа по восстановлению собственного здоровья. Работа. Не человеческий треп. Понимаете? Так сказать, вот я могу рассказывать... Я же прекрасно понимаю, что ну как вот за 10 минут во время эфира в деталях обсудить, так сказать, проблему, которая сложилась у человека, тот же самый синдром Рейна или воскулит. Понимаете, это аутоиммунные процессы, системные процессы, для которых лекарств нету. Понимаете, почему, так сказать, наши телезрительницы, Салтанат, назначили эти препараты. Они сопровождающие, они не лечат ничего. Они просто поддерживают в более-менее приличном состоянии ваш организм. Понимаете? Но лечить они ничего не лечат. Ибо это, по сути, на сегодня два неизлечимых процесса. Понимаете? Вот ведь что происходит. Значит, мы в этой ситуации можем надеяться только на сам организм. И должны что делать? Для того, чтобы всё-таки результат был. И мы попробовали избавиться, по крайней мере, хотя бы попробовали, хотя бы наполовину улучшили ситуацию. А это почти гарантированно. Хотя бы наполовину улучшить ситуацию. Понимаете, мы должны заставить работать наш организм. Но не в условиях патологии состоявшейся, которую, к сожалению, вот эти лекарства, они как бы утверждают, они поддерживают её. Вот это вот состояние патологической устойчивости. А в ситуации борьбы, тогда, когда организм, наконец, начнёт сопротивляться этому процессу. А для того, чтобы его заставить, надо изменить характер обменных процессов. Вот именно поэтому, так сказать, я так подробно всегда и говорю. Понимаете? Потому что мне, подобно некоторым, так сказать, лидерам, врачам и всяческим другим людям, конечно, проще было бы сказать, знаете что, соберите эту травку вот с этой травкой, смешайте с этой, а потом снимаю, смешайте с этой, а потом приготовьте вот таким образом, попейте, и вам будет хорошо. Да не будет хорошо. Нет таких, ни сборов трав, ни лекарств, которые бы в этой ситуации могли помочь. Понимаете? А потом, как же можно давать какой-либо рецепт, не видя человека, и не зная вообще по-настоящему картину патологии, которая у него развивается. Вот чем тут дело. Друзья мои, я жду ваших звонков на следующей неделе, и будьте внимательны, потому что каждое замечание, каждая реакция организма, которая звучит в эфире, для вас очень важна. Вы понимаете, что будет происходить? Друзья мои, всего вам доброго здоровья!